Этот день победы, городом права, это враги, святою новичка. Всенародная любимая песня, которую тут же дружно подхватили все участники встречи, передала особую атмосферу праздничному вечеру. А первыми словами, адресованными им, стали слова сердечной благодарности, которые с низким поклоном от всех горняков произнесла директор по персоналу компанией «Соя Кузбасс» Марина Шмат. И, конечно же, как в мае 45-го, каждому ветерану цветы. А ваши сердца будут переполнять только радость. О той войне директор шахты имени Кирова Роман Тюнин знает из рассказов своего деда-фронтовика и бесед со знаменитым кировским горняком Николаем Лагуновым, у которого учился профессии. Он человек того поколения, когда они, может быть, не так много говорили, они гораздо больше делали. Они брали и делали. Они вставали и шли, потому что надо. Они делали, потому что никто этого поколения не сделает. У них была глубочайшая гордость за свою страну, за свой коллектив, за свой народ. От коллектива шахты фронтовикам-кировцам, Петру Владимировичу Петрунину и Федору Тарасовичу Тарасюку особенные подарки. Портреты, написанные с их фотографией военного времени. Это бесценный дар не только для них самих, но и для всех их потомков. Ветеранов, наверное, их нельзя раз поздравить. Их нужно каждый день поздравлять. Каждый день говорить им спасибо. Не только 9 мая, а в течение всего года, в течение всей жизни. На сегодняшний день их очень мало остается, поэтому наше внимание нисколько не лишним, а только это все самое большее, что мы можем для них сделать. Вообще подарков в этот день ветеранам-угольщикам было вручено очень много. Для семьи, для дома, для внуков. В ответ ветераны рассказывали свои истории, читали стихи и от души пели вместе с участниками лучших творческих коллективов города. Катюша, Синя Платочек, Тальяночка. Эти песни помогали им воевать. С ними они прошли и по жизни, запевая не только в минуты радости, но и в пору невзгод. В 44-й кончается, в 45-й начинается, меня берут в армию. Служил на Востоке, подводником, 5 лет. 5 лет, потом после, я 10 лет служил на флоте. Сегодня в компании «Соя Кузбасс» 437 участников Великой Отечественной войны, дружеников тыла и вдов. Из них 55 человек, принимавших непосредственно участие в военных действиях. В канун празднования Дня Победы всем им оказана материальная помощь и вручены продуктовые наборы. Кроме того, уж традиционно в мае компания «Соя Кузбасс» организует специальный ветеранский заезд в корпоративный санаторий-профилакторий.